мусорку мы тоже будем резать а чисто беззвучный асмр движ париж туса джуса добрый день дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем youtube канале сегодня у нас с вами в планах обзор одного ножа из нашей масштабной линейки dagger discover у нас уже есть обзор на нож в окет если его не смотрели то обязательно посмотрите там много разных интересных тестов часть которых сегодня я делать не буду но буду делать другие интересные тесты на обзоре у нас сегодня будет нож urban 2 но сначала я покажу вам что у меня сегодня с собой на кармане чуть не забыла это сделать а что у меня на кармане а где а где а позже вот сегодня у меня на кармане нож стил линитка dagger team тут написано это у меня этот нож поселился на кармане уже нашли его где-то неделю очень удобно и нравится пишите в комментариях если у вас такой же нос на кармане ну или просто действительно кармане если у нас с вами совпало круто здорово расскажите ваши впечатления данном ноже ну мне он естественно очень нравится раз я вот так долго ношу кто ж а теперь перейдем к нашему обзору и сегодня помимо ножа urban у нас на обзоре нож резидент будет так как эти ножи сделаны на одной базе то есть у них одинаковые характеристики одинаковые материалы но разная форма клинка соответственно будет разный рез делать жесткие тесты сегодня на эти ножи я не буду так они уже были в обзоре на нож рокет и у меня на это просто нет сил поэтому к сожалению или к счастью жестких тестов у нас не будет но будут классические мои любимые тесты с нарезки продукта и перед началом тестов давайте как обычно кратко мы с вами изучим историю этих ножей и пройдемся по характеристикам начну я тогда с ножа urban а здесь у нас с вами представлен urban новой итерации полусирейтерный у него клинок как вы можете видеть здесь 8 chrome 14 мин ванаде на клинке френ на рукояти клипса глубокой посадки в общем все в это вы уже знаете если не знаете то вот сейчас узнали про нож резидент рассказывать долго смысла нет потому как я уже делала обзор на данный нож можете посмотреть если не смотрели правда в обзоре у нас был резидент предыдущего выпуска с g10 на рукояти d2 на клинке там же я рассказала историю данного ножа что он впервые был представлен на blade show там же мы добавили вот нашу фирменную клипсу кричащий череп с тех пор клипса это поселилась на многих наших ножах на практически на всех кроме новые линейки royal line там как вы знаете клипса циклов из титана вот не кричащий череп давайте теперь перейдем к характеристикам данных ножей они у нас как вы знаете одинаковые здесь получается длина общая 23 и 3 сантиметра в сложенном состоянии то бишь длина рукояти 12 сантиметров длина клинка 8 и 8 сантиметров это оптимальная длина для города ну и в принципе обеспечивает комфортный рез подходит для многих задач помимо городских то можно также использовать где-нибудь рисунок природе в походе твердость закалки у ножей пятьдесят семь пятьдесят восемь единиц толщина обуха 3 миллиметра и вес 100 грамм накладки из фрэн разные расцветки у нас по 8 исполнений каждой модели данных ножей и black wash и stone wash есть полусерейтер есть plane олива рукоять и черная рукоять но все это я вам уже показывала в кратком обзоре на линейку также можете перейти посмотреть это видео если еще его не смотрели ну и давайте тогда наверное с вами перейдем уже к тестам ну что ж давайте приступим к тестам у меня здесь хлеб удивительно да но и давайте тогда начнем даже не знаю на самом деле с чего начать потому что я знаю что резидент нормально порежет я знаю что urban очень хорошо порежет он как здесь есть сириатор давайте начнем с того ножа который в правой руке берем хлеб берем нож и режем вот так вот такой еще ну режет хорошо да тут все крошится крошки летят во все стороны но это багетик а если бы хлебушек был помягче то соответственно у нас крошек не было но как вы видите для такого батончика длины клинка вполне хватает теперь приступим к полусерейтеру здесь в принципе это удобно и так и должно быть и я вам часто докажу что вот этой вот частью можно прорезать а дальше смотрите как хорошо полусерейтер отрезает хлеб и кстати мне кажется крошек здесь меньше я не уверена может быть мне кажется давайте еще раз попробуем смотрите оп да и правда крошится не так сильно потому как вот полусерейтер а делать свое дело в принципе так и задумано чтобы серейтерный клинок хорошо резал хлеб проведем аналогию с таким серейтерным ножом на кухне ой ну в общем режет хорошо настолько хорошо что хлебушек даже убежал кстати если кто-то из вас использует данные ножи также на кухне или в офисе напишите пожалуйста как вам а может кто-то взял себе вот полусерейтер впервые и расскажите о ваших впечатлениях будет интересно почитать а давайте переходить уже к следующему продукту сырочек у нас сегодня в такой упаковке естественно любой из выбранных для обзора ножей хорошо справится с упаковкой но мы возьмем резидент чтобы сделать это очень аккуратно так опа как будто бы так и задумывалась очень хорошо очень удобно сейчас будем резать вот тут есть единственный момент почему это может быть неудобно потому что кусок сыра огромный а клинок всего лишь 8 и 8 сантиметров но у нас в этой ситуации есть выход смотрите как я это сделала просто разрежу пополам на две равные половинки и буду тестировать нож на вот этом вот кусочки который поменьше вот так вот не все это режем так приятно приятно теперь перейдем к урбану полусерейтера можно использовать только эту часть но будет не очень удобно раз посмотрим как полусерейтер справится сыром не будет ли он днем застревать смотрите 1 2 кстати очень тоненький кусок получился давайте еще разочек так вот разница только лишь в том что я не знаю будет видно на камере или нет то вот здесь а заметно что резался рейта то есть на куски сыра заметно а при резе не могу сказать что чем-то отличается а потоньше даже как-то кусочками такие равномерные как резидентом но тоже вполне себе нормально режет вы все сами видите сыр у нас порезался вполне себе прилично наша любимая колбаска она такая вкусная опять же начну с резидента ну кстати по моему я это уже как нет я не эту колбаску нарезала прошлом обзоре резидент или это ну как вы видите проблем вообще никаких нету очень приятно режется и так как колбаска у нас небольшая диаметр колбасы небольшой мы порежем эту колбасу вот этой частью от клинка то есть plane где она за . plane очень легко об смотрите а если вдруг спросите у меня у нас большая большой диаметр колбасы тоже сделать тогда я сейчас специально порежу надеюсь что видно вот этой его частью до доводится в любом случае а пленом но разрезать он не давайте попробую полностью с рейтером ну вот иначе не вытащить не могу сказать что прям совсем не удобно но вот остается здесь часть колбасы остается на ноже но это не проблема конечно можно помыть но давайте для сравнения вот возьмем клинок резидента как видите на резиденте у нас никаких остатков нету то есть я клинок не протирала вы можете видеть да здесь вот колбасный сок давайте резать дальше и так кадр у нас есть теперь два помидора я уже протерла ножи протерла их просто обычной бумажной салфеткой ничего не осталось ничего не прилипло кстати тоже очень удобно а еще что очень удобно вот я пока еще срезала у меня почему-то левая рука не знаю почему а потому что колбасу ела левой рукой она стала такая немножечко засаденная но не скользит у меня накладка то есть нет такого что нужно скачивать из руки из-за того что здесь узор он достаточно цепкий хватки и так что вот вполне удобно помимо эстетической красоты оливковой накладки еще и функционал здесь присутствует в этот раз хочу начать с полус рейтера и соответственно с урбана второго ну вот маленький не знаю какой маленький большой помидор не подсказывает давайте буду резать маленький помидор ну все хорошо помидорчик у нас не сломался не был порублен жестоко вот и серрейтер все хорошо ничего не вытекло и не потекло можно даже еще вот на большом помидоре проверить именно как вот эта часть будет а провязать помидор смотрите у нас прям клинок полностью в помидор заходит режет его нормально давайте резидентом резидентом я уже помидоры врезала тут прям найти можно сделать такую нарезочку типа как в ресторане оп тоненько да хорошо и толстые кусочки можно ну здесь рез определенно да приятнее он там плавно идет чтобы вы не резали и как бы вы не резали резидентом ты вообще наверное любым клинком для спуске от обуха это будет равно хорошо порезано также зависит до от заточки но приобретая данные ножи вы что можете перетащить под себя по свой угол многие так делают это же не запрещено правильно последний наш тест по продукт на сегодня самый экстремальный тест потому как у меня аллергия на яблоки но ради вас дорогие мои подписчики естественно я обязана пожертвовать собой и сделать этот тест давайте начнем итак давайте режем на пополам а вот смотрите как разрезал urban вот эта часть как вы видите была порезана серрейтором да она сломалась здесь потому что длины клинка не особо хватило на это яблоко и вот в этом месте как вы можете видеть срез не такой ровный как вот здесь да то есть понятно что серрейтор здесь справился хуже чем plain но тем не менее он отрезал что произошло давайте тогда будем пробовать резать яблоко вот эту дольками эту половинку вот здесь уже серрейтор нормально справляется серрейтор яблочко все-таки немного ломает это стоит тоже учитывать но режет ломает но режет так ну чтож теперь резидент уверенно будет все очень легко и просто вот здесь можно попробовать порезать там тоненько вот так кто нибудь еще вообще сомневается в том что резидент хорошо режет есть такие если есть пишите в комментариях ну вот я просто хочу очень тонко попробовать порезать но яблочные яблочные текстуры сопротивляется порезу кстати вот смотрите очень сочное яблоко и видите надеюсь что видно вот здесь в районе чайла сок не попадает то есть у меня рука не в яблочном соке хотя яблоко очень сочная вот но сюда ничего не засекает плавничок наверное защищает от этого момента вот если вдруг вам в офисе нужно сделать праздничную нарезку фруктов вы хотите что-нибудь нарезать как-то красивый яблоко там в лебеде или еще во что-нибудь принципе я думаю у вас получится если у вас в этом есть опыт почему нет плюс еще сталь такая что вот вы порезали яблоко я конечно же протру все эти ножи там мы их помоем после тестов но если вдруг как я уже говорил ранее у вас нет возможности после нарезки протереть помыть нож в данном случае можете особо не беспокоиться так как сталь 8 хром 14 и она менее или практически не подвержена коррозии чем другие это стали из обычного из обычных amd2 то же самое да за не все-таки ухаживать нужно здесь можно немножко подзабить нарезка резидентом она была очень легкой urban полусирейтер и конечно яблоко немножечко подзамял именно в моменте серрейтера вот так обоими ножами удобно потому что здесь удобная для меня лично рукоять давайте сейчас берем яблочко и сделаем выводы по данным ножам и так вот таким сегодня был обзор на две модели из discover line также в конце видео у меня для вас есть интересная приятная при всего новость мы расширяем линейку discover добавляем сюда еще модель рино вы уже знаете эту модель теперь она тоже будет переведена в линейку discover а также подготавливаем для вас еще один нож который войдет в эту линейку здесь сейчас у нас и чертежи данного проекта пишите ваши комментарии мнения по данному ножу будет интересно почитать ну и напоследок всем кто ждал верил и надеялся да у нас будут яркие накладки на этой линейке на эти ножи это будет оранжевый и синий уже они будут доступны покупки где-то в мае примерно в конце мая вот такой вам небольшой спойлер рассказала спасибо что смотрели это видео до конца подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны также подписывайтесь на наш телеграм я уверена что телеграме мы гораздо быстрее и интереснее расскажем о появлении новых ножей в этой линейке так что следите до встречи в новых видео и всем пока до встречи в новых видео